что легендарный камбэк получается всем куда обещал постримить еще недель назад но что получается пиздобол да я так сегодня вот наконец-то вот этот под пива стрим будет ну ссоре сейчас zp нету денег на какие-то найти и подороже соответственно нету приходится мы не знаю короче я что-то хотел я хотел я купил ну ладно да такая ткани теле боя уроки был я думал что как типа я в пятницу разберусь своими делами субботу отдохнуть этих дел и воскресенье там понедельник я уже нас чувствовать как бы не так близь пятница суббота воскресенье отхожу понедельник отхожу а потом уже такой были они еще что-то уже не то сейчас настроение близь сегодня нету близь вообще про просто по не как-то на короче пахалу га 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 вне сознатно и плюс там все в дейс задротил ну как задротил пытался выжить блять нихуя не свет и чем не так святого блять она пойдет бог так продолжаем получается как у вас тут блять только не забудьте так я только у этого у шрека господи с какого наху шрека киберпанка короче корейцева как у вас неплохо есть немного адреналина морфина таблеток и прочих полезных вещей по одной-две штуки правда это и правда но это лучше чем ничего а а по докам еще нет только форму до записи следований это все в труху рассыпается либо отсырели ясно но я лично заряжен и доволен зарядом все заряжен доволен так что готовить и дальше сейчас в архив потом спустимся на этаж ниже и уже там по тоннелям к а2 круто виде его закинув на плечо свою сумку направить дверь к двери в левой части комнаты открывает блять сука чудо хуня ибо и наушники но по моему прошло потому что когда пиздил такой чувств не знаю как описать короче какая-то беда с ушами у меня но он это это быть после вчерашней наверное справедливо так открывая ее и не стал ждать моего обследования на предмет ловушек переступил порог вот быща ебанула запарились быков ты откишу костировать а я точно по загрузил ну последний данный клеток вы чувствуете что а блять это со стрима вася флешбеки только и буркнул я двигаясь следом тут целая куча бумажек ведь у я проходил вдоль стил же с папками обращая внимание на стену по правую руку на которой были грязные окна за коми виднелись картинка 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 леса неба уютно тут саркастично подумал я тут тоже лишь отчетные данные форму до прочей медицинской рабочей ересь это нам мало поможет ну а вдруг тут есть формула лекарства от рака а а жопу тебя маслом не намазать я бы вот не отказался что я последняя тихо полиста губы сохнут прошептал я последняя тихо полистав одну из папок и не найдя ничего ценного и убрав на место поспешил за девчонками страшно сейчас будут всякие скримеры монстры ну как мы любим вот это все кто мы то блять кто мы кто мы у меня вопрос а у меня ответ я зачем тут камера для людей понятия не имею честно уверены и каприч покрепче я покрепче жалко ваш который сам летел с печаль и влез в руки стоим и увидеть эту комнату просто таких по просто таких рублей просто так таких палат не делают просто все наигрался все стима кончен вы на людях тут свои опыты ставили специально кости ломали до всякой бациллой заражали до продолжу я заглянув в одну из дверей это были просто бетонные карцеры без туалета кровати или даже хотя бы матраса я клянусь я впервые это место вижу откуда вы знаете как нам выйти к а2 если ни разу не были я знаю план на ринская не более того фотографическая память недоворчиво буркнул я идем дальше посмотрим что еще вы тут скрываете их пошел бы такое пропускает вы саюри влиять водя следующее помещение пока девушки отвлеклись на изучение столов и шкафчиков я направлюсь к лестнице которая вела куда-то вверх сожалению она была напрочь закрыта так мне там вообще как слышно звук нормально надею да стальная черти такую не вынесешь подумай оглядывая петли которые были закрыты стальными пластинами и вдолблены в бетон нашли 100 нет совсем пусто а где ими где и а где оси я заметил что девушка стоит с синей комнате что-то пристально разглядывая ее глаза при этом в торфе скрили агрицы или чё я прихватил ксюху поудобнее и двинулся мирно к ней меня паранойя что ли почему мне кажется что они обе хотят меня замочить заговорились мыши что тут спросил я встав рядом с самой и святя на доску фонаре ой господи какая печальная музыка сейчас будут флэшбэки что это объект virginia тот сам артефакт на эту схему мне показал тот человек плаще он существует значит и правду афина и это пирамида связаны подожди его позвали ему полезла в карман вынимая моднял и мобилу и делаю фото доски нужно поискать документы заметки форму хоть что-то должно быть она сыралась место принявшись ворошить все в комнате а я же благоразумно вышел обратно в зал где вела стояла дверях наблюдала за тот сам артефакт похоже за ими наверное видимо он не сильно нужен ну знаешь если бы мне кто сказал что есть такая штука которая может воскрешать людей я бы тоже голу потерял ну так вот она чего ты ждешь есть одно но больше такое но ну и в другой реальности а я не гений чтобы запомнить форму и понять их и уж тем более не супер инженер чтобы создать подобное устройство соблазн велик конечно но где гарантии что эта хуйня работать что это хуйня будет работать в моем мире никаких гарантий раздалось из комнаты вместе с аром по столу нет ни черта нет а у него ими подойдет мимо пройдя мимо нас значит будем ради глубже этим убили и там повела нас дальше света нет лампы биты под ногами хрустят вон осколки и к тому что на а2 у нас уже только не будет генератор работы только на этот этаж фонарик есть продвемся и сейчас вылезут мутанты которые на а2 растились быть на протяжении нескольких лет как оружие влезть как оружие просто рельсы да для вагонеток по ним отправляли ресурс ресурсы на а2 впереди будет герма 2 герма дверь и спуск на нижний этаж герма потянем она для вагонеток на просто по лестнице спуститься всего понял пока свет привет тьма чё-то мнд вспомнил я включаю фонарь впереди будет большая дверь которая открывается помощью первых карты и сразу не а2 окей еще что чё по охранной системе плане мины газ ловушки туры или чё там еще может быть какие-нибудь лазер смерти как в резике как резики вряд ли уверены предполагаем вы первые тогда у меня все и я она на хмуре брови пошла вперед ну что ужас и блять налетаете я готов ну ладно он готов спасибо то я уже думал приглядываться я опёрся на стену глядывать большую табличку а виола тем временем просунула перфокарту специальный разъем нервно кусая ноготь большого пальца левой руки если это херь не работает это пиздец товарищи потом у меня поглаживает живот жрать их вот уже раздался какой-то стрелка следом за которым перфокарта было выплюнуто обратно в его ли и задержка в пару секунд скрипя и грохача начали работать серво сервоприводы начал процесс открытия двери работа и а извиняю 12 раз на выпаде лавиова едва ли не прыгай на месте работает круто не зря шли я глядел ее с подозрением после перейдет взгляд на имя просто стояла и холодно смотрел пустоту перед собой они обе меня настораживают еще такое место пиздец какой-то стрел они об этом месте знают большими так что делать чаще обостремся преодолев герма дверь и небольшой стыковочный коридор мы дошли до двойной стеклянной двери заперта на замок изнутри стеклоне сталь как бы 1 я выбиваю прикладом ксюхи одну из дверей и проходя внутрь так дальше вы не знаете ничего верно обратився к виоле что протестовать следом до если мне не изменяет память тут проводились исследования с каким-то реактором которым был важен для всего проекта афины в общем и здесь должен находиться реактор и а и а он оборван меня ли вы проходя дальше атмосферника здесь хранится почти вся важная документация генераторе и реакторе и пиа а также общее сведение о проекте афина и ебаная пиво он щуплять это березовый сок купить наебал значит нам нужно всю ее перевопать собрать все почитаемое и что можно в руки взять понятно есть карта местности кивну на стену ими эта карта не это карта наземного этажа я указал пальцем на п и о мы сейчас тут главная лестница и лифт и отвернулся и отвернулся потыков на кнопку лифта но тут увы не работал блять ну и брат хотел попытался хотя мои ноги уже начинают потихоньку единицы потихонять а это карта местности верно да вот тут совенок тут мы здесь норинск теперь мы знаем где можем попасть где может попасть сюда секунду продолжаем погибать так теперь мы теперь мы знаем где можем попасть сюда земли теперь мы знаем где можно можем можно попасть сюда земли не то по пешком через донжоны ну да да то есть у тебя есть камера и микки внову доставать телефон дождавшись пока будут сделаны все селфи и прочие фото процедуры мы приступили к спуску частью лестница была целой и что странно они даже не шатались перила как только мы спустись на бок ниже на угла нам глаза сразу бросился план этажа который вся наша дружная компания начал рассматривать и только я несколько раз обведя взглядом по сторонам решил убедиться что за углами не сидит какой-нибудь бабайка жаждущий нас пожрать первый подземный этаж лифты лестницы это понятно склады я думаю нам нужно обследовать отдел лаборатории проб а один исследовательский офис тоже может оказаться полезным предлагаю разделиться ужастиков не смотрели давайте вместе мы никуда не пойдем но блять реально это блять такая тема пску беды только прокатывала нужно разделиться нужно разделиться вообще кончено по одному лет сажу всех по-быстрому а так вместе мы сила торопимся нам нужно убраться отсюда до наступления ночи чему такая спешка какая разница ночи ли день мы ведь все равно по земле дня во первых нам нужна еда во вторых мало ли что может произойти пока нас нет белла права мы не знаем сколько тут тоже поэтому нам нужно как можно выгоднее потратить время отчета тут аута не лежит он как в дозе не справится клоун да мне просто влезь привычнее смотреть не в камеру ну дать камеру может просто переставить над близко на стену захвачить потому что я каждый раз туда смотрю мне удобнее так на право угол проще мулять налево налево не знаю не что-то не то вот на право вот для четко просто расположение стола вот это все хуйня ванны и отвлекся продолжаем ладно я гляну склады а выйдите в офис и лабораторию чем все здесь никто сам не спускается ниже ждем остальных это что кричите куда блять и я закричал так там же есть что кричите верно и что к счету не одну кто в здравом уме в темноте под землей в каком-то научном комплексе будет расходиться ну ладно не маленький собес что справиться ну да как был эмма электрический колдун ты блять с оружием оружием авиала что супер ниндзя а у нее что же вроде пушка есть какая-то по идеалам маленькая получить как можно большинку до найдя на нужной двери я вошел на так называемый склад который встретил меня пустыми полками и кучей пыли летающей водки стандартный лут охуенно только подумая пройдя внутрь и обходя помещение и сразу заметил что на полках стами нет пыли хотя в паре сантиметров рядом и освои просто огромен я думаю это м или велась ну ладно с к виолам сюда уже пару раз ходила а сейчас что-то с нами будет если бы это было в одном двух моментах но так точно каждый из полков причем форма причем форму у чистых участков разное что говорила о том что кто-то и видимо совсем недавно тут побывал забрав отсюда абсолютно все уже странно да и говорят о белого мышь мы шара тупо я вновь огляделся после проведя пальцем по чистому месту на одной из полок и пыли на ней не был совершенно этот кто-то будут прямо перед нами что ли может он все еще здесь задумался на секунду после перехватываю ксюху и направляюсь другой двери следующее помещение аналогично прошлой комнате встретил меня пустыми полками однако тут на столе имелись какие-то станки также пары коробок и шкаф которые и решил осмотреть первыми на подходе к шкафу и взглянул ведро сдача рядом с остаточным столу стружка пластик обрывки проводов перечислял я в мыслях перебирая весь мусор таки не найдя ничего интересного ящики ничего интересного моему сожалению не оказалось лишь пары медицинских калатов сфакс сфакс плит шуткой и туфель а также коробочки с бахилами выдохнул я возвращаюсь кто и при и принялся вытаскивать из под него коробки которых казалось всего две скрыт в первую я обнаружил внутри кучу небольших коробочек и большой лист лежащий вверх всего этого добра мю какой мюонный детектор мюонный штук мюонный не а ну блять ладно и он и детектор собственно ссс в рамках проекта афина читал я сух оглавление на листе данное устройство разработанное с на объекте а1 извините что коверкаю коряблю таки все так просто будет нихуя на объекте а1 в цели достижения вершина в рамках проекта афина позволяет заранее еще до начала явных физических признаков определить скорое проявление пульса данное устройство создана на базе образцов объекта а3 используя элемент елена в качестве встроенного источника его источникового питания источникового блять источником источника угол угол блять а питание это означает что данное устройство будет сама заряжаться при каждом проявлении пульса независимо от его силы и вашего местоположения для использования прибора поверните замыкатель на верхней части детектора по число стрелки до щелчка вы увидите яркий зеленый сигнал который будет гореть в течение нескольких секунд подтверждающий что устройство исправно заряжено и готово к работе данное устройство входит штатный набор обязательных приборов всех сотрудников сыра и выдаются бесплатно руководить руководством вашего отдела если вы столкнулись с просьбой о выплате за получение м.д. немедленно обратитесь в отдел безопасности интересно а тоже в сторону бумажку и вынул одну из коробочек открыл защелку я распахнул я и уйдем внутри обитый поролоном небольшой прибор размером примерно со старым мобильник выводив прибор я повернул верхнее колечко вправо вплоть до щелчка и хотя я не особо рассчитывал на его лицевой стороне загорелся зеленый сигнал опа я убрал находку во внутренний карман куртки не включая не выключаю прибора еще две коробочки впереди карманы вот что-то реально полезное спасибо тем кто оставляет такие аннотации дай бог вам здоровья закрыв коробку я убрал ее на место за место не вынимая вторую внутренняя аналогичная бумажка и также куча коробочек ложных аккуратно 1 на 1 ладно если уж пульс и доконает а домой не вернемся начну этими штуками барыжить вот у я сутки закрывая коробку и вернул и вернув все на место покидая склад говорю торговец так ладно час я так учусь сок и облачного налил ожидании девчонок которые порядком задерживались я закрыл даже несмотря на то что не люблю курить в подземках да и вообще пыльных заброшенных местах мало ли бацил тут летать да и пыль легкие вгонять такой себе говнять один одинокая с парой тройка из куриных сигарет ожидание 1 разрушила эмми выходя из за угла и оглядывать пошла чем да есть несколько интересных документов конкретно чего ими круто дашь потом почитать само собой а у тебя что а вот я достал изнутри рукавом а карман детектор мионный детектор определяет грядущий пульс еще до его начала лёва да молодец да я знаю но сия разами на плечо отчета велого нету а вот это на отсылка на велого крысы мыши вскоре к нам вышла белого всем своим видом показывает что я поиски успехов не увенчились идем вниз сразу спросил я ее дождать ее рассказов да мне галяк вами есть доки у меня детектор пульса отлично совсем безразлично ответила на ну раз так пойдемте я первую вы за мной я встал с места и пошел к лестнице скидывает калаш и проглядывая сквозь перила спустившись ниже мы вновь вы вновь улив в темноте на сне план этажа столпившись у которого решали кто и куда двинется я не стал особо думать и тыкнув первую же строчку тоже направляясь на поиски нужной двери большому счастью все они здесь подписаны обожаю порядок только я отметил я захотя внутри офиса и до как итог этот этаж для нас казался абсолютно безнадежен все вернулись с пустыми руками и поэтому недолго думаем мы направлюсь ниже я думал он войдет в офис а там будет офис этого чувака который с этим короче неважно короче вот этого антагониста предлагаю всем отправиться на троечку сказали мнение когда мы остановились у плана третьего этажа обе комнаты занимают большую часть этажа да и к тому же соединены не вижу смысла разбредаться кто куда офисах наверняка опять ничего кроме техники соу а если к соу а если бы была возможность реанимировать рабочий компьютере можно было с парочкой так сделать а с а с остальных винты поснимать да посмотреть все что то есть а обновить процессор заменить термопаста блять поставить новую видеокарту чем мы тут устроим блять boost так и чё хотел скорее всего там все зашифровано логично угол агрегат он идет самого первого этажа вниз да я просто не заглядывал центральный зал это же его уши вперед суетливо обходя установку в центре зала что и пиа он существует ну как видишь и что это дает и оглядывал конструкцию пытаясь заглянуть ниже но без возможности разглядеть что-либо в этом этой тьме как минимум уверенность в том что мы уже близко а впереди кажется комната управления реактором и конечно не прочь все это пожамкать и потестить но что-то мало хочется чтобы это ебанина взорвалась не доверяя всем этим вашим реактором справедливо очередная куча всяких кнопок и панелей надо разойтись и глядясь все что тут есть возможно нам удастся найти что-то важное да если где-то есть документация связан с реактором то точно здесь и бачу логичный ладно я гляну склад ахульки думали девушки принес ковыряться в столах и на стойках и на стеку и на пробел стоит на стыке бюджет а я же отошел комнате которая по прикидкам должна была быть складом и что мы там обновим давай блять не томи и в отличие от предыдущего склада где на выбор в пара коробок до шкаф здесь было явно где разгуляться на предмет лута я скинул с плеч рюкзак повесил на груда ксюху и прошел в центр комнаты не в силах определиться с чем не начать обыск в итоге сошелся на том что начну от первого нижнего угла комнаты до права может сука я я в этом дейти вот не могу блять уже заебался я уже много чего нашел ну блять патроны блять но оружие блять не не нашел блять которых патронами стакать ни одного блять оружие разный блять патроны разные пиздата так что у меня тоже полута чем хуйная я уже серьезно я заебался берет меня со спины блять стреляют блять я убегаю типа а хулими делать мне ничего нету а блять во мне уже у то так нормально там ведь хавка блять всякую не полно блять а мне отстреливаться нечем бить потому что ты долба ёб на ничего тут только не было и по документов той или иной степени разложения кучи каких-то прибуд без каких-либо опознавательных маркировок шмотки различные графики форму паразащитных пустых ящиков на защитные комплекты и прочая ученая ересь из интересного я прихватил мало-мальски ценную папку и кожную плечевую сумку для документов сложив папку а затем и в сумку все что более или менее казалось касалось афины и реакторов с генераторами генераторами всякими и прочее что показалось мне хоть малость нужными нужным и любопытным ну и сапожки сапожки это блять да кайфовую мать его сапожки тут вопросов нету настоящие штурмовые ботинки даже в пыли блестящие кожей а за не мечта ну блять я на самом деле вот поцелут хотя бы что-то типа берца взять думаю блять ну реал лайфе блять хотя бы сейчас какой-нибудь такой комплект собрать красиво вот у меня есть вот какие-нибудь берцы блять панаму как у рыбака блять два меча блять и все блять самурай 2021 века окраска мое уважение этому банку черные окрашенные местами в красный с белыми пятнышками хаки и символ и символ символом анархии на наружной стороне я признаться не фанат таких символики вообще шмот как таковых особенно броских но сами по себе сапожа сапожницы сапожницы ну кажется выглядит просто охуенно поэтому недолго думая я скинул сначала один кроссовок с радостью сбавляясь от мокрой обуви и решил померить ботиночек а он мне как раз поэтому я избавлюсь от 2 кросса обувайся в обновку и по и по и плотно шнуруюсь попрыгал на месте и походил по комнате x а заключу я убрал свои мокрые кроссовки на одну из полок так но тут вроде я все вытащил явно оглядевся и убедившись что облутал каждый сантиметр направился в комнату управления ну когда их шон уже будет мне конечно понимаю история сама по себе нужно ну бля где экшон а тут вовсю уже шоу бурное чтение на столе валялось кипа документов а дамочки сидели на скрипучих стульях почти синхронно листая бумажки как она это джекпот тут есть о чем подумать информации теперь больше да ну и здорово давайте покупать попукайте давайте паку я не могу давайте покойте все это дело да пойдем дальше где секунду его положил на стол документ и схватил другой твою мать этот реактор наш ключ к поиску а3 погоди какой а3 и нахуя нам а3 вот здесь м активного на папку в своих руках сказано что объект а 300 центром а а центральным объектом исследований генератор flex поля и я не могу генерал для это название генератор flex я говорю там влезь под конец какой-то разъем чувство будет с этим генератором flex так генератор flex находится именно там и именно на адрес адреса а я не могу адрес а а ну блять я не могу извините смогли создать искусственную червоточину то есть блять я слишком тупой мне мозги не варит то есть это самое а3 это по факту центр управления червоточной верно да вот только искусственно червоточины целью работы сотрудников попытка открыть истинную червоточину блять это что седьмая голова ммд я стрелку головой пыталась перейти мысль порядок для себя это блять я не помню но это типа блять проходил отсылка к пароходовую на ту сторону было я не помню что там 7 говори обо это это когда химера откинулась 5 или что я не помню было печально пиздец не она помню что седьмая голова по моему пиздатой было я встряхну головой пытаюсь привести мысли в порядок а в чем разница разница в том что искусственная червоточина не имеет всех свойств истинной пока трудно сказать что под этим подразумевается нужно временное изучение тут говорится что после начала кризиса а смогли стабилизовать стабилизировать аномалию открывать червоточины прямо на объект а3 телепорт типа похоже на том червоточине неважно искусственный и неважно искусственный или нет нужно больше нужно большое количество энергии для открытий и чем меньше энергии тем слабее самочервоточина и если проблема истинной червоточины было в том что ее конец они не смогли изучить и открыть поскольку из-за недостатка энергии она функционировала нестабильно и попросту открылась не там откуда происходит основал разрыв на пути до охуенно прочитал сам горжусь делаю перемещение совершенно случайными войдя в нем ты не знал где и когда окажешься но червоточина создается а а для это уже другое им удалось настроить поток так чтобы их искусственный червоточина открывалась в нужном месте позволяет тем самым скрытно перемещаться на а3 вот на который был уничтожен и завален и этот реактор создает тот самый поток энергии позволяет контролировать работу червоточины если верить записям кто-то пульт м кивнул на устройство окон ну походу мы не вернемся сейчас бит на степ нет куда-то запустит реактор и пена и откроет проход на а3 как только начнется пульс это все круто но мы не можем сидеть и ждать выбросов у нас нет ни еды ни воды да и отдых нам нужен прав надо снарядиться по полной надо снарядиться по полной программе и уже тогда сидеть тут в ожидании начала пульса согласно все равно мы мало что знаем поэтому нужно сначала изучить всем что мы тут нашли и так давайте все это пакуйте и пойдем отсюда как как пребудем в лагере хотя бы на солнце будем там уже и почитаем все это дело и отложила ну ладно не обязательно сообщать мне об этом охлеба себе пошутил а для какой охуенный я тоже во все важные паки которые нашла паки папки аналогично тогда сейчас принесу сумки для переноса документов со склада похлопал по своей висящие плечи я поход замечательно модно удобно практично и ничего не помнется как рюкзаки подожди вот еще вела аккуратно положила на стол обертную халатся а а какую-то хрень размером с добротный булужник это что модуль сигнал лантия он используется для установки связи из убежищ во время действия пульса судя по документации во время пульса создается некий пузырь вакуум если и если угодно если угодно в радиусе от если угодно в радиусе открытия неприноч ревоточины при которой во все виды сигналов попросту не распространяются и глушатся но и сама энергия открытия аномалии словно эми говоря проще этот модуль если подключить к нужной станции позволит разорвать этот самый пузырь который не позволяет нам покинуть определенную зону вокруг лагеря выйти мы не сможем вот поймать или передать сигнал за пределы нашей пространственной ловушки вполне а есть использовать модуль во время пульса можно использовать модуль во время пульса Можно передать сигнал даже через червоточину Это наш шанс спасти Это наш шанс Потому что Это наш шанс по сигналю на ту сторону выходит Понял Захвачу с собой заодно и защитный ящик Страшно писта Музыка нагнетающая Подождав еще какое-то время Пока девчонки закончат досматривать Остальные документы Мы распихали все нужное по сумкам Модуль в ящик и снарядившись по полной Отправились ниже Эх, Денчик Жаль тебя, тут она меняет Денчик А вот и финальная остановка Кивнул я на открытый лифт с покосившимися Дверьми, когда мы спустились на этаж ниже Возможно сюда и бежали люди Когда червоточина слопнулась и случилась авария Там еще спуск ниже есть Так что вряд ли он тут Они тут убежище искали Вы куда хотите Вы куда ходите Да, блядь Вы куда хотите А я уже нашел себе местечко Удал я, как только мы принесли Отвечать план этажа Я пошел в оружейку Блядь, ну естественно Куда еще бы ты мог пойти Тыкнул я пальцем в карту Я тогда заглянул бы Исследовательский офис Тест флекс Блядь Ледь Как раз Флекс Итекаю Я как Что за слова Малолетка Какой Какой Тек Я на склад Все Расход Встречаемся тут же Тестовая камера Тестовая камера Ядра Плес Прочитал я Подходя по коридору И оглядываясь Проходя по коридору Радиационные лучи Малдежно тут Противогаз Надо бы захватить С прошлого этажа Маленьким тут Дышим А еще и курил Вот же Засада Сейчас Похалываем говнеца Следующая остановка На пути К поиску оружейной Стал зал С нижней частью реактора Поначалу я Собрался бы Оттуда свалить Ибо че знать Может это Железяка фонит Но потом Увидел странное Искажение воздуха Над каким-то Цистернами Поверх которых Был проложен Переход на другой Бережок Зала Так и Решившись Я встал на переход И присев Прощупал покрытие На одной из сторон Другой Просунув ее Через перила Теплое Порядком так Теплое Блядь Ну я говорю Тут кто-то есть Ответил я Упрямляюсь Либо эта фигня До сих пор Работа Внутри Что-то Очень горячее Заключил я Все же Решил Свалить Из-под реактора Подальше И вскоре Добрался До нужной комнаты Ну Как это Обычно бывает Ноль лута Ноль еды Ноль шансов Выжить Которая оказалась Казарма На 12 человек Никакого оружия Или боеприпасов Мною найдено не было Зато в одном из ящиков Нашелся какой-то контейнер Который сразу Перекочевал На кровать Защитный ящик Собственность САА САА Зачитал я Наклик на лицевой стороне И щелкнул замками Открыл кикс Внутри ящик Обделан был Каким-то странным материалом И Я все правильно Хулия остановился И взгляду Сразу Рестал лист Под которым За небольшим Прозрачным пластиком Лежала какая-то куртка Интересно Братья говорю Мы сейчас Будем такой Ща-ща-ща Ща-ща Тут Щаски Мы тут Такой модный Поберем Парматал Я Угядываюсь В текст на бумаге Специальный Жилет САА Так Специальный Жилет САА Говорить Плача Ну-ка Я тоже Ща Залутай Не ну мало ничем Меня тоже Жахнет Специальный Жилет Как Камера Хуёво Пока Да Ладно Это так Повоевываться Ну всё Буду сидеть В бронике Да блять Свет Почему-то Что это У меня свет Слишком яркий И камера Блять Говна Поела Я Ещё Может Не настроил Добавить Правильно Так я на месте Так Всё пропуска Всё чистенько Идём дальше Предназначен Для службы Безопасности Класса 2 Входит в комплект Обязательной Униформы Специальный Жилет Модель А Является У него Не буду Свой Сколиот Как-то Финс Так Является Универсальным Защитным Жилет Специальный Жилет Модель А Является Универсальным Защитным Жилетом Сконструирован На базе Елена Ис И В использовании Уникального Материала Добытого В ходе Экспериментов Под названием Нить Увидя Свойством Нити Дан Жилет Способен Сам Построиться Под своего Носителя Подгоняя Себя Под его Вводится Индивидуальное Понятие Удобства И телосложения Я говорю Вот Вот Нить В совокупности С Елена Полностью Устранят Все побочные Эффекты Вызнанные Проявлением Явлений Пульса Захрения Ваше Здоровье Однако Не защищает От потери Сознания И во время Схлопывания Аномалий Данная модель Также Благодаря Сплавам Полученным Учеными С АА Объекте А3 Представляет Из себя Защитный Элемент Способный Остановится Ряды Разных Калибров Пусть До Автоматного Патрона 545 И Цельнометаллического Алхимика До Патрона 12 Калибра Блять Хоть бы Никто не захотел Мой бродик Протестировать И шмальнусь Меня Несмотря на Хорошую защиту Данный Образец Является Довольно Легким Элементом Брони Превосходя В легкости Даже Штаны Милицейские Противоударные Жилеты Также Защитные Жилеты Гражданская Охрана Вы можете Почувствовать Улучшение Самочувствия Пропажу Боли И Недомоганий Устранение Ран на теле Или Заживление Старых Шамов И следов На коже Однако Если это Сучится Немедленно Снимите Жилет И Должите Об этом В отдел Службы Безопасности Мыхнул Я Откладываю Листовку И снимаю Пластиковую Крышку Вынимаешь Глядь на свет Выглядит Сам Вахуй Дядь Нашу Какую Копеечку Влетел Это Жилет Мадара Выглядит Стильно Им Спасибо Брать Только Выдал Я Оглядываю Черный Жилет С Нашивкой С А Потому что Белой Ниты Скинув Куртку Я Наполю На себя Жилет На мгновение Замерю И почувствовал Как тем Начало Чесаться И Покалываюсь Посветив Низ Я Замер Затаив Даже Дыхать Жилет Двигался Я У Я У У У Я Большой В Размерах В Начале Он Начал Стягиваться В Поясе Уменьшаясь В Объеме И В Длину Вот До Размера Моего Тела Охуеть В Какой-то Момент Что-то Очень больно Воткнулось Позвоночник Более Калкое Ощущение Пробило От Самой Шеи До Копчика Но Спустя Секунду Все Прошло Я Глядел Себя Помахал Руками И Покрутил Турсом Как В Литой Прям Только Шептал Я Накидываю Куртку Ну Что-же Теперь Я Не Скоро Словить Инсульт После Очередного Шторма Если Не Пиздят Конечно Подытожил Я Вновь Оглядевшись И Убедившись Что Все Про Утана И Отправился К Встречи Чё Кого Спросил я Девши Кое Уже Стояли И О чем То Беседовали Зачем Документацию Пара Листов С нужной Информацией И Больше Ничего Полезного У 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 Как-то грустно. Двери запечатаны намертво. Видимо, до аварии люди все же успели что-то сделать. Проходя по помосту, я пнул мелкий тамшик, который с булькащим звуком пал с него в темноту подо мной. Затоплено. Грунтовые воды. Возможно. Грунтовый. Грунтовый. Грунт. Возможно. Но, видимо, они тут были не всегда. Да, ворота. Я глянул на другую сторону мостка. Грузовик еще и пассажирский, военный. Видимо, они доставляют сюда людей под землей. Перевозили между объектами. Это какой этаж? Пятый? По маркировке да. Но не забывай, что первый этаж тут ниже, чем третий, подземный, в Норинске. То есть плюс-минус девять этажей под землю. Да еще и с подземными дорогами для авторов. Нихуё, уразмах был. У этих сааа. Сааа. Уходим. Я прошептал... Прошептал, блядь. В каком месте это прошептал? Я пошел чуть дальше, остановившись в каменной арке и оглядел ее. Освещаю лучом фонаря. Это же базальт? Нет. Гранит? Вот вроде. Это естественная структура, точнее, это все выполнено прямо в гордой и земляной пародии. Если еще учесть то, что тут кругом грунтовые воды, которые сейчас заполняют потихо этот этаж. Это пиздец. Пиздец, это мой насморк. Это очень круто. У них были хорошие технологии и очень сильное стремление достичь успеха. Даже не знаю, хорошо это или нет. В конечном итоге обход привел нас обратно. Было видно, что этот этаж чисто для обслуживания реактора и склада всяких материалов. Да и вообще, еще не был готов, судя по... Да блядь, все уже. Чего я сыплюсь? Еще не был готов, судя по тому, что большая часть этажа состояла из естественных структур. Ну и дорога с двумя воротами в конце, которая оказалась затоплена грунтовыми водами. Я был поражен размахом того, что видел. Но за счет скудаумия мог должным образом описать своего восторга. Блядь, вот насчет скудаумия... Вот эта фраза, блядь, точно моя, нахуй. Потому что, блядь, я каждый раз, когда нужно что-то сказать крутое, или описать что-то. Я вот говорю, извините, но за счет своего скудаумия ума, я не могу передать свое восхищение вот это. Ну да, я это про обоевающие отзыв написал. Ну я говорю, так всегда делаю. Извините, но я слишком тупой, поэтому... Это что, что я могу сказать. Вообще, я с мелких лета любил подземки, пещеры, индустриалки. Спеле... Блядь, кто? Блядь, что? Спелеолки, диггер, если угодно. Голд-диггер? Но увеличение это быстро сошло на нет. Быстро, 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 быстро сошло на нет. Во-первых, надоело и стало страшно рисковать. А во-вторых, одному было скучно. Идем. Отдернул меня от мысли Виолы, я кипнул ей, направляюсь к лестнице. Тоннель Наринск и подземные нити. Знакомы? Тоннель это тот, где мы вошли в комплекс Наринск. А вот нити это гора на востоке отсюда. Но что странно, тоннель ведет на запад, судя по всему. А что на западе? Наринск и гора серая. Ее у нас называют чертов палец. У нас тоже такое в красе есть. Но там не гора, а скала, которая похожа на палец, торчащий из-под земли. Словно черт пытался выбраться из зада, пробив пальцем землю. Нас ее так называют, потому что там стоит огромная антенна, которая видна со всего района Мебиуса. Блядь, и тут отсылка на Мебиуса, ебаный в рот. Ага, ясно. Надо будет в новую свою такую засунуть. Запомним. Мебиус там, по-моему, вообще мертв в плане проекта. Я приоткрыл дверь, оглядывая порог, переступил через него, входя в темноту. Кайф. Вперед, и так полагаю. Я стою на ступенях, которые я не затрагивал водой. Вариантов больше нет. Я только ботус и наклядил, сука. Пульс начинается. Быстро как-то. Нужно бежать наверх. Ой, кшончик, наконец-то. Веснов искрами сквозь очки выпалила Эмми. Зачем? В документах сказано, что всплеск и шторм не проникают глубоко по землю, и что объект А2 полностью игнорирует эти явления. Но не ритм. Ритм здесь гораздо опаснее. Мы слишком глубоко. И хули встали тогда? Побежали, ебан. Стой! Бросил вело, опираясь руками в коленке, пытаясь отдышаться. Что? На этом этаже мы все равно в опасности. Нужно выше. Так пойдем обратно в Норинский и все. Перфокарта уничтожена. Ее больше нельзя использовать. Без нее мы не поднимемся выше и не покинем уровень риска. Блядь! Я подбежал к решетке, за которой винилась лестница, ведущая наверх. Но она была плотно заперта на внутренние замки. Скрытые в основе решетки, которая оказалась раза в три точнее, чем те, которые я встречал раньше. Стука! Калашом не пострелить. И с петельку кусними. Что только с мясом выносить. Эми. Да вы зря дохватить, чтобы вынести эту решетку? Нет. Охуенно. Идеи? Если верить документам, то если мы включим IP, а то сможем перенаправить энергию ритма, оборотив его всплеск. Тем самым полностью избежим воздействия. Отлично. Хотя мне вообще похуй. У меня уже жилет имба. По факту. По факту. Блядь. Вот, цыка. Реально никто не оценил, блядь, моего жилета, блядь. Мне кажется, вот это вообще имба. Ну, это типа как утеплитель используется, на самом деле. Ну, блядь, ну, это вообще, как по мне, имба. А все такие. Где восхищение? Где вот это? Охуеть. Вот это броня. Блядь. Его оценивают только какие-нибудь бухие пацаны там в клубе или что-нибудь таком. Типа, охуеть, это броня. А если в него шмальнуть? Что будет? Я сдохну, что будет, блядь? Блядь. Занозу, что ли, засадил? Хуевого. Ладно. Выпадать на землю ебалому мало хотелось. Да, ощущения после пробуждения от этих взбучек не очень приятные. Виола! Остановил я медсестру, когда мы вышли на нужный этаж. Возьмите это. Я выну из рюкзака защитный контейнер. Идите вниз, чтобы точно не грохнуться в обморок и не повредить модуль. Я пойду включу реактор. Я с тобой. Ладно. Тогда потом попробуйте нас откачать, окей? Хорошо. Кайф, побежали. Что тут жать? Сейчас. Эмиль в спешке начал перебрать документы в сумке. Черт, не могу найти. Может, Виола взял этот документ? Да похуй. Я подбежал к устройству и тыкнул на самую большую кнопку, которая располагалась в центре пульта управления. Это то? Не знаю, но реактор заработал. Кажется, это нихуя не то. Не понимаю. Иди за Лео, вытаскивай его с глубины и бегите наверх. Простой. Стой. Она сахватила меня, когда я уже рванул в двери. Что? Отойди назад. Я послушно сделал пару шагов и почти сразу вокруг. Несколько раз с треском вспыхнули искры. Что это? Газ. Реактор поврежден. Охуенно, блядь. Вместе с этим, за стеклом наблюдения, в воздухе винились какие-то блестящие на свете реактора, вырывающиеся из него частицы. Так. Там была химза. Задержи дыхание. Я рванул к складу, хватая Эмми за руку и уволакивая ее за собой. Где-то здесь. Твою мать! Гнил на спину. Я пытаюсь вспомнить, где видел противогазы и защитные комплекты. Но заместо этого принялся ворошить все шкафы. Что в итоге принесло лишь... Что в итоге принесло лишь один целый с нормальным непогрежденным фильтром противогаз. Я пока селся на Эмми. Давай ей понятие, что хватит только одному из нас. Она поняла, гибнула и чуть отпил назад. Что пиздец? Вот это начинается хуйня, типа... Капитан, брось меня, я уже не жрец. Ты, тот, кто привезет нас к хорошему будущему. Выживи любой ценой. Ноу! Выражение лицо изменилось. Я, во-первых, с тазом на стол, опустив руки. Я задержал дыхание, подошел к ней. Блядь, отдай ей противогаз. Вася, ты главный герой, ты и я не умрешь. Блядь, всё. Я задержал дыхание, подошел к ней, нацепляя ей на лицо противогаз. И за стекол, у которого на меня поставились яркие, горящие, полное удивление глаза. я помахал рукой приказываю бежать вниз и в этот момент дверь за моей спиной ведущего другой коридор даже вынесла с мясом а еще сильнее замахал я еще сильно замахал рукой эмми приказывал убраться прочь а сам скинул ксюху целью сторону дверей а по ну здорово ужасы давно не виделись меня уже всего трясло воздухом легких было категорически мало так мало что я вряд ли бы успел пройти с пару этажей вниз бегом чертова сигареты ну давай вылазь не терпеливо подгонял я то что вынесла к храм собачьим дверь давай ай блять чувак шо сглаза йоба все пиздано ослепленный светом блять а хули у них ложки есть так нечестно изучающую зачастую ослепленным светом я не сразу понял что произошло потратив несколько секунд на то чтобы восстановить зрение я стряхнул голосе я стряхнул головой силы открывая глаза это резало от боли вызвать светом и которые не желали размыкаться по щекам побежали слезы всем щекать на продолжал держать хаваш перед собой великом оглядывая по сторонам где-то я опачки твою-то мать это еще что за ебака тварь пролезла дверной проем несмотря на то что было раза три что было что было раза в три что раза блять что раза в два три превышал габариты ух какая ебака ёбаный сыр и чишки пройдя чуть вперед она вновь остановилась 3 коча и клация попу ногами похожими на паучу лапки арахна зайка это ты пар немного покрутилась на месте после опять замерев пререста себя не агриться просто стоит она мне не видит влиять без данном мгновение в пау стопор я все же нажал на круг но солидно оглушивка ваш выплюнули шагу пулю автомат паники подумал я самотошно начал пускать пальцем переключать режима огня хотя назад с бешеной твари он оказалось во много раз быстрее один прыжок оказавшись рядом со мной я успел лишь прикрыться рукой чувство вначале режущую боль от удара паучихи а следом и тупую от удара спиной а содержимое рюкзака которая врезалась позвоночек после падения а 5 пиздец больно вы выслите его фонарь откативши сторону и я от ползая назад таки на щупов переключать режима стрельбы на оружие зажал с ксюхи на слух лида интонация моя все ах ебать ватафак мазафака что происходит чувак нихуёво после сука на мгновение странный запах какой-то почувствовал после пару пустых нажатий на крок я откатился в сторону на ходу сбрасывая с плеч рюкзак и на ощупь открыл его вынимаю один из лежащих сверху запасных магазинов давай влиять шумно шпел я шум на душа наконец ставив магазин в автомат после передернул затвор и замерев прислушиваюсь было тихо только шум работающего реактора резал уши неприятным гудением я рывком бросился к фонарю и всего на голову потрогать на ноги перед собой а впереди было пусто валясь ебаные коридоры мы полили воздух и тела и сынов от пуль на стенах ничего а не тело блять не тела а это нас от газа так порвала понятно вместе с тем у меня пробил жесткий кашель заставил свалить на колени и пустите учесть линей на пол газ твою мать я едва едва выпрямился она сделал шаг чуть не рухнул обратно едва успев упереться на стол тяжело сил нет словно булыжников горов на плечи вы завалили тебя сердцем я скинул спичок зак за запасами делаю ящиком с патронами и запасными магазинами стал чуточку легче и я стараюсь хоть немного не дышать отравленным вот пошел к выходу а мы станем потом радиоактивным к у нас появятся способность как кинуть потом блять вася как бог такой самый последний такой я блять мутант какой-нибудь знаю из рук блять стволы полезут ну что блять поиграем на хули тут он здесь стенды есть быть электрическим ума чего вася из рук блять стволы не могут вывести а как вам такое как вам такой по облить пошел к он еще живой оказывается у нас тут икшон прошло это а тут пошел биться ее решили то как время проводит ахулируем собственно правильно и вот этот экшончик даю рефлекс них унявлись не нравится миссари ну блин сам по себе персонаж не единственная блять и из этой всей хуни понравился там не купить ну и у вас и в новой life у охуенно есть так что инспектор рассмеялся придется просить придется простить вам это даже мистер холм сказал он такой искусной работы я не припомню несколько дней спустя мой друг бросил мне на колени номер выходящие два раза в месяц но с сурой об сервер в ней под множеством и леденящий кровь заголовков от упырь из уютного до блестящих успех по лизинского сыска шел целый столбец в котором впервые давалось последовательное изложение этого дела по заключительному абзацу можно судить о стиле о котором она была написана редкостная проницательность которую выказал инспектор мать и дом мак и минут блин мак макинон заключив что запах краски возможно признан призван признан запах краски признав президенты призван заглушить какой-то иной запах например запах газа дерзкое предположение что кладовая могла оказаться камера смерти а также последующие расследования увенчавшиеся находкой трупов в запрошенном колодце искусственно замаскированы собачьей конурой будут жить в истории сыска как убедительный пример высокого мастерства нашей полиции ну ничего майкин он самым а славный малый с нисходительной усмешкой промолвил холмс это при совокупить при совокупить совокупить совокупли при совокупить это к нашим архивом ватсон когда-нибудь можно будет рассказать правду об этой истории конец спасибо саюри захопнув книжку заболтал заболтала ногами ноги ссори захопнув книжку заболтав ногами как же приятно когда все заканчивается победы над плохим даже если это плохое большие хитрые большие хитрые и кажется непобедимым и непобедимой и недосягаемой да дальше тоже не бывает ведь хочется верить что бывает знаешь порой все хорошее что выставлено в абсолют или главной темы истории фильмов и сказка бля я повторюсь без обид портона я уже бенчика почитал а все сказки созданы чтобы помочь нам найти справедливость хотя бы фантазии не имею ее настоящим очень-то мы и на больничной койке лежит но я бы на серьезе попашек прикольно 500 чувак начать быть что происходит то что он делает дать вообще лексом не пахнет а все сказки созданы чтобы помочь нам найти справедливость хотя бы фантазии не имея ее в настоящем но так или иначе мне очень понравилось это было отменное приключение детектив посмеялась она положив гол мне на плечо да и мы как омс и ватсен прошли его вместе я немного устала все же надбор изделься роли посильнее посильнее читать текст автора очень там лет я который блять читаю за всех во а вася там собирают хайс вот они там про лям читают я как но они это за один стрим хотя бы делает я который читаю за всех но являюсь да я поэтому и вот так вот разделяю потому что блять ну из да это беда какая-то тяжело у меня нету какой-нибудь кроков от сквадра не 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 но все равно это даже не инограмм не портит впечатление вот бы мне вот бы вот бы ты все книжки со мной читал а почему нет ну знаешь скоро же смена кончится и я затихающий голос заглуши заглушил горн скрипящим звоном разносится разносясь столбов за нашими спинами блять вот оба кушать хочется у меня блять и на стриме блять не хочется близко разду короче а даем потом блять читать нашу на говно план ешь пиво блять быдло ебаный лично самому мне не хотелось об этом думать можно конечно сказать и что ничего не изменится пообещать бы с ней знаю что будет в конце смены да и не исключаю факта что какие-то моменты и и ей просто наскучит ведь все что приносит удовольствие со временем теряет это свойство наркота и алкоголь например всегда хочется что чего-то повесили не дурак что люблю чего-то посильнее а я понятия имею что я должен делать таких в таких ситуациях она сама приду предложил книги сама выбора детективы которые я читать вообще не очень ты блять ты шнуарный детектив блять к чему эти бы и боны были а а а больше предпочитаю игры или кинцо а если не читать и нести разбор разбросаны постам диалог бросаясь от темы к теме шныряют угла к углу и падай из крайности в крайность я не знаю как мне и развлекать как заполнить наше время что клоун чтобы ерунда как ты клоун ты клоун да выдавая на выдохе после отпустив к саюри пойдем ужинать конечно нужно еще будет потом книжку же блять же извини отдать же не я встал на ноги подавая руку саюри спасибо выдело меня она вставая и взяв меня за руку по его за собой в сторону столовой на крыше столовой в самих дверях как в комнате стоял denis смотря внутрь помещением но это с ним не знаю подошли ближе я заметил что он словно посерел я также продолжаю стоять на месте несмотря на то что его задевали плечами протиска протискивающиеся пионеры иди внутрь я сейчас а блять неужели за же жене и наблюдает жене и дженни дарики в новом не и отпустив руку сбежал на кольцо на аккуратно почему пройдя мимо дениса в ночь столовой эй окликнул я его встав рядом и встряхнув за плечом смотри только и сказал он тихо чуть отойдем в сторону чё там денис опачки ватафак мазафака а это по моему вася блять наша малю теперь вон духе со мною связаться хотят мир не таков каким кажется сиротами каждый окружённо я понял что сам замер на месте лишь не забывай дышать бегать глазами к столу и чё за пиздец только и выдал я разглядываю размыты силуэты нависшие над пионерами который сон и их не видели помнишь утра как у того белобрысова да ахуеть и что делать мы того-то ели вырубили в 4 балла хоть не вернулся еще нет надо найти корейца забрать женю сайори и уходить в мет или еще куда здравое решение эй эй я забыл к эй меня всех на хлопок плечу плохие нова а я у меня бранится по корейски но оси похоже того что ты видишь схожие я видел детишек с такими же штуками нам надо поесть собрать еды что сможем и уходить медпункт где хайтова винтовка не знаю пуёвый и что мы пойдем не просто сядем есть без еды у нас будет меньше сил а чем меньше сил тем хуже тем хуже мы покажем себя в бою если такой будет согласен не хочу опять с ребрами везде лежать ладно пойдем потихоньку если что уйдем в окно я кинул пускай корее с того и не видел медленно заходя глубже в зал если прикончил свой ужин корее спроси заигрывать с кухаркой чтобы выбить нам немного еды на запас если если вернутся хайты остальные или на случай если у нас не будет возможности позавтракать или того хуже придется покинуть флаги ульяна и женя присоединились к нам во время ужина где не задавая лишних вопросов согласились нашим планом а изоляции от других жителей лагеря конечном итоге решили остаться решили остаться в медпункте поскольку именно там хоть забил место встречи я с айори и кореец отправились туда а женя с ульяной пошли по своим домикам чтобы здесь одежду на всякий случай какая нахуй ошибка на всякий случай и одеяло с подушками на случай если нам всем придется остаться меди на ночь денис вызвался и проводить еще по дороге шеф поискать хоть какое-нибудь оружие ближнего боя для медпункт как поставлена на стол куль распровизить и сел на стол откидывай голову нам нужен план будем действовать по ситуации я не ебу какой тут может быть план а что происходит почему мы ты мне веришь ты сказал что это серьезно но я не понимаю дождемся возвращение виолы и васи я тебе все расскажу а пока просто поверь мне пожалуйста хорошо она по она паникнул садись на край кровати а я закурил включив вытяжку над столом над столом так же все хорошо начиналось может зря мы такую панику навели нас ведь никто не трогал верно сливал все странно что наши девочки не видят их начал кореец покручиваю нож пальцы мы видим они да и все по ней пионеры по ходу нет тебе не кажется это чертовски странным не знаю мне мозг не варит да ладно что это спокойно ляг на кровать но ляг пякнул я сам не понимаю сам принимали лежащее положение на полу успел услышать только с липса эре которая легла на бок закрыв голову подушкой черт грубо вышло это она спросил корец лежа на кушетке полностью расслабленная скрестив пальцы на груди и смотря потолок потолок сон на направлении у психиатра да у меня две мысли первое это штука активирует этих призраков которые на три бедня витают и тогда они уже начнут агрессивно себя вести 2 к нам забрать еще кого-то кто захочет надрать нам задницы очень микки маус быть почему ты так кривляешь а вот и третья появилась может быть мы сразу оба варианта если так то нам крышка скорее всего не нагнетает по-корейски иронизирует что неужели нас тоже радиации на криво выдохнул я почувствовал боль отдающего на стол кафеля мулять кстати я кое-что сейчас понял или или нет сейчас кое-что проверю секунду а ну да да не все нормально так план когда создать я пробуждение наступил я при этом глаза подымать на руках корица тоже пришедших себя скинул на пол ноги и силу разминаю шею неприятное чувство да он стал с кушетки подав мне руку и помогая подняться стой только и выдал он кивай на койку за юри я бегал глядя на кровати не я бегал где на кровати нигде это внутри ее не было я заглянул в другую комнату и комарку но и там ее не оказалось не понимаю вот как просто мне без бумаги лишь на на подушке я разную его и прочитал лишь одно слово которое было на нем написано стоянка нас заманивают я хотел забора но это место на здравый смысл а может просто страх не позволит мне двинуться поэтому просто комкау лист сжимая ладонь с ним в кулак быстрее и похитили будем ждать старых если это те духи то думаю не стоит возможно они сейчас не лучшей ситуации однако может и нет и лучше дождаться остальных чтобы как минимум втроем уже пойти на стоянку но вот не вобрезли у нас времени как долго нас там буду ждать либо мы можем пойти вдвоем но это опаснее помоги мне пожалуйста что за выражение лица зачем девочку блять что что за выражение лица зачем девочка короче заранее да просто нихуя хорошего таких ситуациях не бывает ладно пойдем глянем подтянем время как минимум пошарил в столе и надеть тратить взял стола ручку и жирным и крупными буквами написал на нем мы на стоянке нужна подмога после положив лист на стол рядом с лампой и включив ее что привлечь к посланию внимания держи он протянул мне пару ножей который достал откуда из-под курки экрана ты будешь танком а я д д м и м и р одновременно отвлекаем врага на себя можно больше урона понял да не тупой вот это саркастическая по холода выбежав из-за ворота мы моментально забыли оглядусь по странам никого ловушка отвлекающий маневр нужно вернуться как жаль ну удивить меня раздалось откуда-то и за статуи и в тот же миг на нас окутал нас начал окутывать туман но все-таки ты пришел жаль не в той компании в котором не нужно вот и такой и где саюри серьезно ты меня не знаешь на откуда я ебать должен и что ты тут делаешь если не знаешь меня странно надо ладно пионер и чё ебать откуда мне тебя знать и вокруг пионеры да 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 шутка хорошая где саюри прежде ответь на пару вопросов как так получается что все это значит чё о чем ты так ты не в курсе ладно и в моих полномочиях говорить о таких вещах о чем ты не суть теперь о том что мне интересно где хайт знаю не надо врать и бояться мне нужен только он а вы все можете быть свободны отдыхать развлекать в конце смены домой слабо верится я не соврал только хоть ну это электрическая девка правда насчет конца смены я не уверен точнее не знаю но жить вы будете это точно пока и по крайней мере вас убить не мне никому либо еще нет указа зачем вам рисковать жопами ради этого урода незачем просто скажите где он идите с миром мы не знаем где он он ушел за лагерь еще утром и заткнись одернули как да ты обослал мужик пальто и шляпе ты в курсе да он самый где он не этого времени пока что что это значит то есть значит подобности подробности не вдавался я просто делал свое дело у нас договор и что он тебе обещал сделать меня таким каким я был когда-то с усмехнулся не сдержав смешка он и мне про это говорил но ты облажался я не соглашался ни на что глупо хотя благодаря этому шансы выпал мне так что спасибо опишет ну ну да ладно власть на возможностях использования не использованных и упущенных поведите мне хоть и ему иступайте с миром противном случае мне придется войти в лагерь а знаю вас это тихо не закончится мало ли кто пострадает из тех кто не должен зачем вам лишние жертвы да и самим рисковать зачем вы даете мне их обоих и вперед хэппи-энду не будет никакого счастливого финала верно не дочитал у тебя это на лице написано может быть я сам не знаю какой будет финал для вас всех мне в такие подробности не посадят а меня в такие подробности просвещали да и мне честно говоря до вашей версии вагре нет никакого да да и мне честно говоря на вашей версии вагре никакого дела ровно как и до любой который не является оригинальной так что черт знает что будет в конце но как минимум проживете дольше этой парочки бегать от меня вы все равно не сможете у меня теперь везде глаза и уши я полностью восстановился и готов к силовому решению так что мы договорились как бы сказал хоть иди поешь дерьма воздухе со свистом мимо меня просвистил нож с неприятного булькающим и звуком уведомления уведомляя о попадении в цель пионер пошатнулся назад и склонив голову держать за окровавленное лицо рукой промеж пальцев которые поторчала рука из ножа вошедшие ему глаз следом еще один мерцающий неоном трейсер быстро устремившийся к пионеру они достигнут цели врезавшийся во что-то невидимое защищающего врага снова бред стенд пока тут стоит от боли горбость и топчасть на месте расплескивая кровь стекающие пару пятки ножа на асфальт уроды дебилы давали все так просто выдернуть с глаза нож пионер выпрямился и по его щекам таки полезу ножа стекали вниз и стекали вниз и капли нас во стекали вниз наверно и капли на асфальт остатки глаза и крови я недооценил вас признаю прошлый раз я допустил ту же ошибку но такого больше не произойдет вы зря меня разозлили ему просто попу действуем по плану почему вы опять все усложняете впрочем неважно раз вам так угодно то приступим к демонстрации сил и учитывая опыт прошу и ошибки ох ёлова я начну с одной из своих сильнейших атак и оба нысы и стоя после и стоя последний фраза сорваться с залитых собственной кровью губ пионером десятки лезвия молниеносно спикировали вниз я даже не успел зажмуриться перед глазами не промелькнуло ничего ни жизни ничего-то типа я просто его смотрел смотрел на затянутое туманом небо и абсолютно ничего не чувствовал не сушил мне дыхание ничего либо еще он до тех пор пока из-за рта хака не донесся тихий сим не сразу но все же смог погнуть голову на звук он все еще держась на ногах упираясь на битву смотрел куда-то перед собой его теле сияли десятки на есть наверное сель сельдесят киран прошивая его куртку и асфальт под ним пробив и я рвану к нему успев поймать завалившегося завалившиеся тела эй они он чунгук чумен starcraft для шлепну его пачка шлепну шлепну дать им рад шлепать засранец я шлепну по щекам теряя контроль над эмоциями и собственным телом он положил открою окровавленную руку мне на грудь и почти незамет блять неужели вы хаку от нас альешь дать зашел не панда это не все она тут должна убирать так на грузии почти так он позже мне он позже окровавленную руку мне на груз и почти незаметно выхватил из внутреннего кармана пиджака пиджака нож который я оттуда спрятан на всякий случай из последних сил он метнул оружие пионера нож сбил на землю лапой большой призрачный медведь пионер же перехватил нож которым был убит его его глаз замахнулся и бросил в нашу сторону но не своей рукой я видел призрачную кить одного из силуэтов за его спиной что направил оружие и разжал пальцы совершая бросок уходит тихий блять пиздал он убил его по ходу уходит тихий на разрывающий перепонки звук после которого голова хака обвисла хотел обмякнул на моих руках все достаточно издал мне мурашки по коже пошли ёбаный сыр ты как убил это конечно не химеру но потеря тоже как бы ощущается печали отмена сказал он я повернусь к нему ты усвоил уроки надеюсь понимаю что я не шучу твоему счастью я не могу тебя тронуть хотя и следовал бы передай хайту что я приду за ним как только золотая рана и немного поработать над техникой завтра он и девочка умрут и погибнет лишь они или же захватят за собой всех новых друзей решать им самим мне не принципиально а тебе готов ли ты рискнуть тем что ты нашел в этом месте а подумай и пусть они приготовятся не хочу чтобы было так же легко как с этим ничтожеством я уже у тела хака на землю и вынул и вынул попавшие прямо в сердце нож из его телом болевать я уберу этот мусор и передай мое сообщение да и саэри уже проснулась наверное он умножь мне уходя куда-то в туман который облепил меня со всех сторон пиздец ну ладно хакариан жалко мне не знаю почему в лесе он крутой парень был спустя мгновение расселся растворяя вместе с собой и тела хака что лежал до этого у моих ног все пизда по дерьмо сутка на да я влеземный пункт убер ногой выбер того дверь чуть не сбегает струк стоящий рядом дизайнер шалова те взгляды собравшись в нем что случилось паш царю скачу с кроватью подбежал ко мне становясь напротив и оглядывая кровавленной руки на из которых же молниону мистящий а умножь я первый взгляд на велу потом но глянусь среду на дениса авиа уж тут пошел ок мертв только сказать их откидывать на стену его убили пизда ну вот это реально потеря отдадим ему почести мля вот к сожалению 5 без обид я думал что я продерусь больше но это по ходу единственно сколько мне хватило я все стрим на этом окончено я думаю постараюсь хотя бы завтра вот с понедельника я вот ну я до эту неделю точно стрим я обещаю так что все опять же да все всем спасибо кто пришел запись в ужин это все в таком духе все было ну тут блядать под конец экшенчик будет типа история да приколен ну экшенчика не хватает тоже чего такого с хаком вообще печалька беда он все ребят спасибо кто приходил удачи спокойной ночи увидимся не будут ладосин